МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости нашего города. Весна становится теплее и теплее, значит, у нас будет больше гостей в городе. Это только радует. И сегодня у нас наша традиционная передача «Спортивный акцент». Она немножко необычная, потому что у нас в гостях люди, которые занимались спортом, занимались им на высоком уровне. Ну а теперь работают и каскадерами, и организовывают различные мероприятия, на которые ходит молодежь от мала до велика, и снимаются в кино. Итак, у нас сегодня в гостях народный артист Республики Алания, основатель стиля водорю у нас в Советском Союзе, обладатель четвертого дана черного пояса карате, подготовивший и получивший звание за подготовку абсолютной чемпионки мира Марии Соболь, вместе с братом Борисом Кантемировым. У нас в гостях Олег Кантемиров. Здравствуйте. И рядом с ним артист цирка и кино, акробат, джигит, мастер боевых искусств, и также ученик легендарного Мухтар Бека Кантемирова Артур Березин. Здравствуйте. Артур у нас теперь наш земляк, вот, и сегодня расскажет много интересного, особенно для тех, кто любит боевые искусства, кто любит спорт. Так что сегодня речь пойдет, конечно, о боевых искусствах. И занимается у нас очень много молодежи именно боевыми искусствами различных направлений. А у меня вопрос первый к Даурбековичу Олегу, так мы его назовем. Вот, несколько слов, как вы попали в цирк. Вы же были воздушный гимнаст и главный герой феерии Руслан и Людмила. Ну, так получилось, что спорт моей был основной целью в жизни, и оставался до 28 лет, пока мой дядя не сказал мне, что я ему нужен. А старших у нас, как понимаете, слушают, тем более этот дядя, мой Мухтар Бек Кантемиров, он мой двоюродный дядя, великий артист цирка, спортсмен, тренер многих людей, кто метает ножи. Вот он мне сказал, ты мне нужен, я все бросил, оставил свою школу каратэ, и ушел с ним в цирк создавать феерию Руслана и Людмила, где неожиданно даже для себя стал воздушным гимнастом, постановщиком в боев. Со мной же туда пришел и Артур, мой друг, и ученик, который стал учеником Мухтар Беков во всех конных трюках, и тоже стал, основную роль там играл. Так я появился в цирке, никогда об этом не жалел, потому что цирк тогда был настоящей семьей. И цирк это не была никакая не работа, а это был образ жизни. И люди, которые в цирк приходили, это были одержимые люди. И когда я их увидел, я захотел этой жизнью жить. Трудно было, через все трудности прошли. Зато цирк открыл мне полностью весь мир. Цирк, самые великие люди мира, приходили на наши представления, когда мы за рубежом были, любовались нами, говорили, что русский цирк самый лучший в мире цирк. Ну, нашими руками мы сами создали то, что потом цирк начало губить. Это цирк Дюс-Алей. Мы его создали, хотя он не может цирком называться, потому что там нет арены. Это просто как бы спектакль на сцене. Вот так цирк открыл мне весь мир. И однажды даже я стал, так сказать, задумываться, где бы еще сделать цирк, поскольку, когда в России были трудные времена, мы с семьей решили остаться в городе Торонто, Канада, и создали там русский цирк, которому уже 21 год. И русский цирк большой популярностью пользуется в Торонто. 350 тысяч жителей у нас русскоговорящих в Торонто. И поэтому мы все там русские, у нас там нет нации. И поэтому цирк как бы открыл мне и весь мир, и вторую родину. Я гражданин двух стран, и Канады, и России. Здесь у меня мое, так сказать, самое основное. Я здесь родился, и все мои друзья, ученики. А там как бы наша школа, которая тоже нужна для русскоговорящих людей. Ну, я знаю, что Артур Иванович, он и снимался в Голливуде. Вот, и был дублер-исполнитель трюков, известных мастеров, мастеров Голливуда, мирового уровня. И вы снимались в таких фильмах «Не бойся, я с тобой», «Курьер», «На восток», «Фанат 2». Несколько слов именно о том, о вашей деятельности в кино, съемках, все-таки эти фильмы на слуху. Ну, я начал свою деятельность еще мальчишкой, был в гимнастике два года, потом перешел в цирк. И в цирке я уже где-то с 12 лет до армии занимался в цирке. После армии уже начал работу свою персоналом. Вот, была у нас очень сильная группа, Олег Дорубекович знает, это группа акробатов, которая, в общем-то, прославилась на весь мир. И как раз получилось так, что в 80-м году, вот, как только что Олег Дорубекович сказал, он, дядька его, Мухтарбек Кантемиров, пригласил к себе в Ленинград на эту программу. Вот, и меня тоже, так, это, я не знаю, как, обстоятельства, я познакомился с ним, меня познакомили с ним, с Олегом. И он мне говорит, вот у меня там дядька, а к лошадям я отношений никакой не имел, я был акробатом всю жизнь. Акробат, гимнаст, вот. Вот, и я почему-то решил уйти из очень сильного акробатического номера и пойти вот к Мухтарбеку Кантемирову. Вот, и тут я уже стал полным конником, джигитом, и я, я не знаю, в общем, меня захватила эта работа. Лошадь, лошадь, это отдельная такая сущность, от которой, в общем-то, невозможно до сих пор. Вот, Олег Дорубекович, он как бы меньше, я чуть-чуть побольше с лошадьми, но для меня вся жизнь, в общем-то, я люблю лошадь. Ну, почувствовали что-то свое. Я потом подумал, откуда у меня тяга, оказывается, у меня родители с Воронежской области все, хотя я родился на Сахалине, вот, а родители из-под Воронежа. Может быть, у меня какая-то там, что-то, верхний дон, казачья кровь, я не знаю. Вот, в общем, я от лошадей до сих пор не могу отойти, и поэтому я вот как-то здесь работал. Первый мой фильм, я дублировал Абдулова, он на лошади зимой, что за фильм, как фильм, я даже не знаю, я тогда вообще не разбирался, нужен был дублер, высокий, я был тогда высокий. Сказали, вы выполняли, да? Я был высокий, красивый, как все молодые, вот, и поэтому я, это первая моя роль. Потом мы поехали с Олегом Дорубековичем и с Мухтарбеком, не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Это Гусман, он знал Мухтарбека Кантемирова еще с цирковой деятельности. Он как-то попросил Мухтарбека поставить ему на сцене какую-то драку. Вот, и с тех пор он был влюблен в Мухтарбека, вот, и этот фильм, не бойся, с тобой, он был сделан, написан именно вот на Мухтарбека Кантемирова, а мы были все как на подтанцовке. Вот, и это был мой, в общем-то, большой первый такой фильм в кино. Ну, я думаю, что Олег расскажет тоже о своей деятельности в кино, и действительно, кино у нас все-таки, через кино узнают артистов, людей лучше, потому что аудитория намного больше. Пожалуйста. Ну, везде нам дверь открыл Мухтарбек Кантемиров, и в цирке, и в кино. Не бойся, я с тобой, это вот фильм писался, дописывался Гусман, у меня спорткомплекс был в Москве, в сауне дописывался этот сценарий, детали уже. Мы поехали сниматься, вот, все бои мы корректировали с Артуром, помогали. Ну, тяжело было, когда всю массовку переделать, приходилось подстраиваться под ребят, под их какие-то технику. С Левой Дуровым мы очень сдружились, сделали из него великого каратиста, я этим горжусь, что сумели. Вот, этот палец знаменитый, который... Лев Дуров тоже занимался каратэ с нами. Он тренировался очень рьяно, но я боялся, чтобы он только здоровье не повредил, поэтому мы его чуть ограничивали в нагрузках. Вот, ну вот, придуманный какой-то трюк, например, с пальцем, которым он пробивает бочку, он потряс всех, все думали. Ну, кино, если кино, и он великолепно снялся в нем, правильно дышал, самое главное. Этот фильм огромную популярность принес нам и Мухтарбеку, вот, и поэтому как бы все открыл нам Мухтарбек. И цирк открыл мир, Мухтарбек открыл цирк, получается Мухтарбек все нам открыл. А вот человек в зеленом кимоно интересный? Да, это мой брат Борис Кантемиров, мой ученик, чемпион Советского Союза по каратэ, вот, тоже лучший тренер России 2006 года, когда и меня наградили за него, потому что он подготовил абсолютную чемпионку мира Машу Соболь. Боря великолепный артист, он закончил в ГИК, он закончил институт физкультуры, он великолепнейший просто каратеист и тренер, вот. Вот, и так получилось, что вот мы вместе, как бы, все мы обязаны Мухтарбеку Кантемирову в нашей жизни, в наших достижениях, потому что таких людей, как он, я вообще не встречал доброты и чистой интеллигентности, вот. Даже знаменитые люди, такой, как восьмикратный чемпион мира Андрей Яковлев считает его своим учителем, вот. И поэтому все мои достижения я ему посвящаю, потому что он нас привел в этот мир. А вот фильм «Фанат 1», «Фанат 2», вы тоже там же много снимались и долго? Да, «Фанат 1», «Фанат 2», то же самое, мы, и Борис мой там снимался, в Казбеке в армии, играл в армии, я играл тренера Серебрякова, то же самое. Все вместе соединялись, вот, «Фанат 2», Артур оказался на студии на съемках другого фильма, и нужно было меня вывести из фильма «Фанат 2», чтобы я уехал в Америку на гастроли. Мы за 15 минут поставили с ним бой с ножами, вот. То есть эти фильмы такие легендарными стали, благодаря тому, что в них было снято вот такое, то, что то время, как оно есть, без всяких прикрас и душевность. Самое главное, что человек должен оставаться человеком. Вот Мухтарбек, например, никогда не мог злого сыграть бы, никто бы не поверил бы в жизни бы, потому что этот человек – благородство. И мы, как бы, посвящаем все, что мы делаем, тоже ему, нашей молодежи, чтобы она на что-то ориентировалась. Важно иметь какой-то образ, к которому люди стремятся, нормальный, человеческий. Не герой, который злой, а герой, который добрый и прощает. Несет добро, да. Только-только такие фильмы должны быть, я считаю. У меня вопрос к Артуре Ивановичу именно такого плана, что у нас в Севастополе занимаются различными боевыми искусствами. И в том числе и каратэ, и метанием ножей, и смешанное единоборство. Популярно, наверное, сейчас во всем мире. Но в Севастополе очень много соревнований по армейскому рукопашному бою, по рукопашному бою. Вот. Вы теперь живете в Севастополе. А могут ли наши ребята, которые занимаются, выступают и на первенстве России, и на первенстве Крыма, на первенстве Южного федерального округа, Северокавказского федерального округа, могут ли они стать именно каскадерами? В принципе, я сюда за этим и приехал. Крым я никогда не знал до моего приезда в 2015 году. Я только слышал что-то великое, Ялта, Крым. Это была моя мечта. И я... А выбрали Севастополь? А с течением обстоятельств. В Ялту меня не пустили. Там много каскадеров. Там же была и знаменитая киностудия. Она и сейчас есть, да. Там есть. Там много каскадеров. А я... Поскольку, как сейчас Олег Дорбекович сказал, я... У меня были учителя великие. Вот. И поэтому у меня есть техника, у меня есть искусство этих людей, которые мне передали. И уже многих нет. У Мухтарбека Кантемирова был... У нас в Ленинграде был у него учитель. У Мухтарбека Кантемирова. Который и учил меня. Ему было тогда 78 лет. Такой Оттер Оскович Роги. Латышский стрелок. Но как он сидел в седле? Тут... Это до сих пор... Я не вижу таких седоков. И поэтому у меня, в общем-то, корни такие по каскадерской работе. Я акробат, гимнаст. Гимнаст. И прошел школу у великих... Таких джигитов. Вот, я джигит. И работал в кино с ребятами. К нам, когда мы начинали открывать конный театр, первый раз создали, у нас были все наши каскадеры-конники. Через нас проходили. Вот эта джигитовка, вся вот эта рубка. Да, обычно в цирке ее смотрели, всегда любовались. Это все от Мухтарбека, нашего Алибековича дорогого. Мы... Я его зовут дядь Миша, он для меня учитель. Это в цирке, в цирке есть... Если ты работаешь в цирке с кем-то, и у тебя есть старший друг, вот ты не называешь его там Мухтарбека Алибекович, это... Слэнг свой. По цирковому, да. Вот поэтому я имею право его называть, его многие называют дядя Миша, а они не имеют права. Это... Я его ученик, я его близкий друг, поэтому я его могу назвать дядь Миша. А все его называют, но хотя они должны... Обязаны называть Мухтарбека Алибека, всего-навсего. Вот. И поэтому у меня... У меня есть техника, техника искусства этих людей, которые... Потом я видел и прошел наших каскадеров всех, которые у нас были. И я провел 24 года, прожил в ЮАР, и я работал. Там в основном снимали весь этот Голливуд, который потом ушел оттуда и перешел в Болгарию, в Румынию, когда она освободилась, стала свободная, и стало там дешево снимать. Вот это все, что снимали неудержимые, вот это первая кампания в неудержимые, которую я начинал еще в начале 92-го года. В 91-м году мы с Олегом Дорбековичем приехали. К концу года мы закончили... Три месяца работали в ЮАР. Олег Дорбекович уехал, клоуны остались. И я сразу пошел работать как каскадер. И я немножко натаскался там на... У них, если приезжает голливудская компания, то они привозят свою основную группу, это свои местные. Мы на потанцовке. Все местные на потанцовке. На подхвате. На подхвате, да. Там никто тебя не подпустит близко к главному герою. Это потом уже через многие годы. Когда заявили о себе, у вас лицо знали, да. В ЮАР там, я вам скажу, знаете, были те ребята, которые, в общем-то... Я как свое имя там сделал, потому что все Russian, Russian. Вот эта компания, которую я только что сказал, которая снимает сейчас Болгария, там русские ребята, которые выехали еще за рубеж, еще первые эмиграции, 70-е, 78-е годы там какой-то. Вот вы жили в ЮАР. А я знаю, что Олег жил в Торонто. Торонто, это, мы знаем, все названия города связаны с хоккеем и так далее. Но я знаю, что там и у вас еще и знаменитая русская цирковая школа. Вот расскажите. Я вас сейчас удивлю. Я это знаю, что вы удивитесь. Я живу в Торонто-на-Дону. Вы не поверите. Я живу в Торонто-на-Дону. Река Дон, которую, оказывается, 250 лет назад английская принцесса, скифка историческая, назвала реку Дон. Поэтому я живу, считаю, на одной из наших землях, на наших, 350 тысяч русскоговорящего населения, чтобы вы знали. Я был даже 5 лет президентом Союза Российских Соотечественников. На съездах был. Путин нас приглашал. Медведев, когда был президентом, стал даже соотечественным годом 2006-го, как соотечественник мира. Поэтому там как Россия. Там те же аптеки, те же гастрономы. То есть мы живем, мы даже по-английски многие не знаем, когда говорить. Все на русском говорим. Школа почему хороша? Потому что то, что в России считалось обычным, там это как золото. Вот вы скажите в любом мире, русский балет, что это? Это золото. Русский цирк, золото. Русская гимнастика, золото. В любом городе Америки и Канады тренер самый лучший кто? По гимнастике русский, по акробатике русский, цирк русский. Ну, балет, даже танцоры, только русский. Что я имею в виду? Наша школа базовая, сильнейшая. Поэтому Артур, когда он выбрал Севастополь, я обрадовался. Потому что я этот город давно люблю. Я сюда... Потому что здесь не первый раз, я знаю. Да, я сюда возил своих учеников в 76-м, в 77-м году. Я был преподавателем в школе, где и каратэ тренировал, ну и преподавателем. Я возил учеников собирать на Северный берег черешню. Я привозил на следующий год учеников собирать, где обсерватория, лепестки роз. Помню все, влюблен полностью. И так я рад, что Артур выбрал это место. И он принесет сейчас сюда вот эту базовую технику, на которой жиждется. Ребята, спортсмены, которые уже соревновались, или у кого-то что-то идет, у кого-то не идет. Как им себя реализовать? В каскадерстве, в съемках фильмов, разноплановая работа. Человек получает удовлетворение от того, что он создает какие-то образы. Это им поможет Артур, поскольку его профессиональная вот эта вот деятельность настолько многогранна, что он может дать любому человеку то, что ему никогда другое не даст. То, что от Мухтарбека мы получили. Поэтому я рад, что Крым станет, я думаю, одной из лучших баз каскадеров вообще нашей России, а может быть и всей Европы, а может и мира. И у вас планы серьезные. Тоже у вашего дуэта общаться с нашей молодежью и дать им еще и заработать. Конечно. Они должны, молодежь должна чувствовать свои силы в чем-то, уверенность. А такая атмосфера, которая состоит в Крыму, такая погода, это же одно из лучших мест вообще в России для круглогодичной работы. И я уже у меня планы такие вообще может быть возвращаться из Канады, уже я жену уговариваю, школу есть на кого оставить, потому что уже хочется на своей родной земле уже отдать все, что ты знаешь, молодежи, а тем более Севастополь, это героический город, где каждый камень пропитан кровью наших отцов, наших дедов. И молодежь здесь патриотичная. И вот я хочу подарить им то, что мы знаем, этой молодежи, которая настолько здесь приятно видеть ребят молодых. Сейчас мой один из учеников Артура тренирует боевое искусство в Орлином. 500 детей, какие родить, я не могу, нарадоваться на них не могу. И я думаю, что просто Крым станет центром вообще каскадерского искусства, киноискусства России. В Орлином у нас очень спортивные ребята. Там и велоспорт был на высоком уровне, а вот сейчас и боевое искусство. Да, каскадерство, боевое искусство, все вот такое вот. Мы начнем. А вот тот Севастополь, когда вы были в 70-х, и Севастополь нынешний, вы правда застали, когда идет ремонт, нашей главной улицы, Большая морская. Впечатление другое, все-таки город... Ну, я еще не успел насладиться. Вот я... У меня и сестра здесь живет, любимая. У меня здесь и близкие друзья. Но я только приехал, вот сейчас я в Орлином, они меня повезли в горы, я вообще сознание чуть не потерял от этого воздуха. Ему можно, этот воздух вообще продавать на килограммы, я думаю, во весь мир. Этот можжевельник, который цены не имеет. Я просто сюда спустился второй раз, вот пока еще никого не видел, просто только прилетел. У меня 8 часов разница с Канадой, а потом еще с Москвой сюда перелет. И я еще, так сказать, вхожу в страну. Ну, конечно, город изменился. Столько зданий, столько... Ну, хотя мне старость его сильно нравилась. Он был такой домашний, такой вот какой-то свой, такой ласковый. Я не... Ну, весь... Все прогрессивно. Он намного больше, да? Почти полмиллиона живет официально. А вот, Артур Иванович, два слова о своей школе каскадеров. Вот как вы видите... И, наверное, все-таки это одна ваша мечта о том, чтобы была хорошая школа каскадеров из наших ребят севастопольцев. Ну да, я уже... Я могу повториться. Я сюда... Как только я увидел в 2014 году, что здесь происходит, и... Я могу дополнить Олега Дорубейковича. Подошел момент, когда я встретился... Вернусь назад. Я Олегу позвонил оттуда. Я говорю, Олег, у тебя есть кто-то в Крыму? Я хочу в Крым. Время подошло. Возраст подошел. Родители уже ушли. Я говорю, я хочу возвращаться домой. У тебя кто-то есть в Крыму, чтобы меня как-то там помочь что-то, поддержать что-то где-то кто-то. И получилось так, что прошел... В 2015 году я приехал с директором конного театра. Мы снимали Анну Каренину. Вызвал. Говорит, давай приезжай. Мы снимаем Анну Каренина в Феодосии. Я прилетел в Феодосию в 2015 году. И вот с тех пор я улетел в Москву. Потом я сразу же вернулся сюда уже в Севастополь. Олег Дорубейкович меня пытался свести с друзьями. Как-то у каждого свои задачи были. Остановление было. А вот момент настал. Я сейчас сюда приехал как три месяца назад. Вот. Опять все то, что сейчас рассказали про Ралина, это все завязано как раз о чем я хочу сказать. Я как раз познакомился с Олегом Дорубейковичем учеником ученика Олега Дорубейковича который все старое что все старое что было сделано добро кому-то оно сейчас возвращается. Вот ученик Олега Дорубейковича которого он вылечил там от чего у него были там проблемы какие-то с рукой там вот поставил его на уровень высокий карате и теперь ученик его ученика Стас Валяра такой в Орлином он я с ним меня с ним познакомили и у нас как раз альянс какой-то. Ну вот конный спорт все-таки у нас столько именно именно все созданные условия чтобы здесь развивался именно конный спорт. Абсолютно конечно здесь такие условия здесь круглогодично круглогодично можно на улице все проводить вот эта зима вообще была очень теплой во-первых все все направления которые вот эти все ребята карате и вообще боевые искусства которые в общем-то им даже им интересно чтобы чтобы федерация карате Севастополя и Крыма им интересно чтобы я немножко внес что-то свое из акробатики из гимнастики ну детей молодежь надо как-то немножко развивать и не каждый из тех кто участвует в этих соревнованиях где там они бьются насмерть не каждый будет чемпионом а для меня как в школу каскадеров он будет великий человек который обучен обкручен его немножко добавит и мы здесь делаем у меня техника у меня были учителя и у меня своя каскадерская техника какая-то уже присущая я насмотрелся на весь мир на всех на американцев на англичан на европейских и на австралийских каскадеров я знаю кто а вы все выступали первый раз ну да как я прилетел в 15-м году в Феодосию я приехал сюда потом уехал сюда и в Москве пробыл мы там создавали вернее пытались создать поднять конный театр и находили в парке патриот в Москве вот вот ну мы наверное будем ждать и также и Олега Дорбиковича что он приедет в Севастополь и вы вдвоем откроете эту школу я думаю что это вызовет особый интерес особенно у нашей молодежи у тех ребят которые занимаются боевыми искусствами смешанными боевыми единоборствами и именно для вас открыты двери будут школы потому что уже бойцовский характер у них есть конечно конечно вы вот так в конный спорт влились уже в взрослом возрасте получается так я бы не назвал это конный спорт я не хочу но я имею ввиду работу с лошадьми с лошадьми да все что входит в кино мы же мы же хотим сделать сделать тоже конное шоу это же Крым это же туристы сегодня мы больше говорим о школе мы много говорим о отличной весенней погоде и у нас наступил март весна несколько слов и в адрес наверное тех кого мы всегда поздравляем я просто с огромным удовольствием хочу поздравить всех женщин Крыма всех женщин Севастополя с 8 марта красавец чтобы у них было здоровье счастье чтобы их любили дарили им цветы и мы всегда будем тоже им говорить когда сюда уже приедем жить будем всегда отмечать вместе 8 марта великий праздник наших женщин вы же еще и как художественный руководитель первого мира иконного театра мы с Артуром создавали мы создавали этот театр Мухтарбек Артур я мы создавали этот первый в мире иконный театр сын Буденного был у нас главный спонсор спорткомитета потом когда разводился Советский Союз это как бы и вот мы выживаем и великий человек директор театра Анатолий Клименко чемпион Советского Союза по боксу Донецкая школа знаменитая я его привел 30 лет назад и вот этот театр я думаю что должен быть в Крыму вот у нас сегодня были такие обаятельные гости известные каскадеры известные во всем мире особенности и в Канаде и в ЮАР вот с большим международным опытом так что в Севастополе скоро будет у нас школа мы я думаю те телезрители которые сегодня посмотрели нашу программу увидят еще ее в интернете вот обязательно обратятся и станут заниматься этим видом спорта а мы завершаем нашу программу еще раз поздравляем всех женщин с праздником весны весна вступает в свои права а в нашей передаче звучит традиционное всего вам доброго удачи и здоровья до новых встреч Продолжение следует...